У вас есть проблема? У нас есть решение! 13% наших доходов уходит государству в виде налогов, но их можно вернуть. Как это сделать, какие документы потребуются и на какую сумму можно рассчитывать, я расскажу прямо сейчас. Предположим, ваша зарплата составляет 30 тысяч рублей. 13% из этой суммы работодатель перечисляет налоговую, то есть 3900 рублей. За год получается 46800 рублей. И их можно вернуть. Вернуть кровно заработанные можно в случае, если вы заплатили за приобретение квартиры, образование, лечение или страхование жизни. Прежде чем оформить имущественный налоговый вычет, стоит изучить сайт ФНС. Оформление документов лучше доверить специалистам. Это недорого и не отнимет у вас много времени. Для оформления вычета вам понадобится копия паспорта, декларация по форме 3 НДФЛ, справка из бухгалтерии по форме 2 НДФЛ, заявление на возврат налога с реквизитами вашего счета, на который вам перечислять деньги, все платежные документы, заверенная копия долевого участия или копия договора купли-продажи и заверенная копия свидетельства о регистрации имущества. Если квартира куплена в новострое, подать документы на вычет нужно после получения акта приема-передачи. Если ее приобрели на вторичном рынке, сделать это можно после оформления жилья в собственность. Имущественный вычет часто получают на протяжении нескольких лет. Причем на второй или третий год достаточно лишь подать декларацию по форме 3 НДФЛ и заявление на выдачу. Имущественный вычет можно получить лишь один раз в жизни. Если вы строите дом, то для вычета прикладываются все чеки, начиная с выдачи разрешения на строительство, заканчивая введением дома в эксплуатацию. Налоговый вычет можно получить с расходов на приобретение земельного участка, на строительные и отделочные материалы, на проектно-сметную документацию, на подключение к инфраструктурным сетям. За возведение пристроек или перепланировку вычет вам не вернут. Максимальная сумма возврата – 260 тысяч рублей. Однако вычет можно получить из процентов, которые вы заплатили банку при оформлении ипотеки, пока она не будет выплачена. Но нужно убедиться, что данную сумму вы заработали. При этом вычет можно получить двумя способами – в конце года подав налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ ФНС, или получить вычет у работодателя. Для этого нужно написать заявление в налоговой, и работодатель не будет удерживать ежемесячно 13% из вашей зарплаты. Вычет можно получить из-за обучения. И неважно, получали ли вы высшее образование, обучались на курсах вождения или изучали английский язык. Главное – сохранить чеки. Для приобретения социального налогового вычета вам потребуется копия паспорта, договор с учебным заведением, заверенная копия лицензии на образовательные услуги, платежные документы, чеки, справка 2 НДФЛ, декларация 3 НДФЛ и документы, подтверждающие родство, если образование получают ваши дети. На вычет не установлены сроки подачи. Единственный срок – это нужно подать в течение трех лет после получения услуги, либо приобретения имущества. В соответствии с налоговым кодексом у нас срок камеральной проверки длится три месяца с момента подачи декларации и месяц на осуществление возврата денежных средств. Для получения социального налогового вычета на лечение вам потребуется копия паспорта, договор с медицинским учреждением, заверенная копия лицензии медицинского учреждения, платежные документы, чеки, справка 2 НДФЛ, декларация 3 НДФЛ, рецепт по специальной форме для налоговых органов. Социальный налоговый вычет можно получать хоть каждый год, но здесь есть ограничения. Если образование или лечение получают ваши дети, то вам вернут 13% с 50 тысяч рублей, то есть максимум 6500. Если учитесь или лечитесь вы сами, сумма рассчитывается из 120 тысяч рублей, то есть максимум можно получить 15600 рублей. Есть отдельная категория дорогостоящие лечения. Здесь вам вернут 13% вне зависимости от стоимости лечения. Сюда входит лечение бесплодия методом ЭКО, сложных врожденных заболеваний, офтальмология и многие другие услуги. Полный список вы можете найти на сайте ФНС. Кстати, если уплаченная сумма дорогостоящего лечения превышает полученную за год зарплату, может возникнуть вопрос о переносе вычета на следующий год. Однако налоговый кодекс сделать это не разрешает. В данном случае возможно распределить вычет на лечение между супругами. Также вычет можно получить и на покупку лекарств.